Здравствуйте! В эти дни на Байконуре завершается подготовка к полёту нового экипажа. Космонавты знакомятся с кораблём, проверяют скафандры, тестируют системы управления и радиосвязи. Через неделю экипаж с позывным «Карат» будет на орбите. Первый пошёл? Да, первый пошёл. На Байконуре идёт подготовка к запуску и космического аппарата «Бион». А в Москве в Институте медико-биологических проблем в это время подбирают экипаж нового биоспутника. 49,3 грамма. Эти монгольские песчанки скоро станут космонавтами. В Институте медико-биологических проблем с ними работает бригада учёных. Подбирают самых лучших для будущей орбитальной миссии. У грызунов нет имён, только номера. Космонавты. Перед полётом каждую особь чипируют, вживляют под кожу крохотную микросхему. Там вся биография животного. В космос отправят самых уравновешенных. Они проходят стадии не менее жёсткого отбора, чем космонавты. Мы из Виварио получили для полёта Биом-М номер один шесть групп, из которых полетит только одна. Песчанки на то и монгольские, что могут долго обходиться без воды. В космосе напоить будет некому. Спутниками хомякообразных станут лишь камеры наблюдения. Вокруг масса чуждых факторов. Шумы, ограниченность пищи, отсутствие воды. Вот здесь и проявятся характеры песчанок, включая психологическую совместимость. Они живут семьями, поэтому если лабораторная мышь, лабораторные крысы позволяют саживать их в совершенно произвольном порядке, то песчанки могут существовать только в однажды сформированной группе. Последний российский биологический спутник летал в космос 15 лет назад. Тогда учёным необходимы были данные для рекомендаций космонавтам. Как снизить влияние невесомости на организм и сократить период адаптации? Исследовали даже обезьян. Сейчас экипаж, конечно, мелковатый. Будет 45 мышей. Будет 8 песчанок, которых вы здесь видите. 15 деконов. Будут рыбы. Однако основные объекты исследования — мыши. Они впервые полетят на биологическом спутнике. На их примере можно будет понять, какие изменения происходят на генетическом уровне во время длительного полёта. Для мышей 30 суток — это более длительный срок жизненного цикла. И поэтому мы можем увидеть какие-то более отдалённые последствия. И увидеть, какие изменения происходят на клеточном молекулярном уровне. И посмотреть, что мы можем увидеть в длительных полётах человека. БИОН станет большой международной биологической лабораторией в космосе. В эксперименте участвуют и немецкие учёные. Их вклад — уникальный аквариум с полностью воссозданной экологической системой, где за время полёта планируется вырастить рыб из икринок. Внутри находится много электроники, потому что мы должны следить за всеми параметрами, такими как кислород, концентрация воды, температура, циклы дня и ночи. Потому что в космосе мы должны создать такую же среду обитания, как и на Земле. На Байконуре уже готовят каюты для будущих биокосмонавтов. Животных привезут на космодром за неделю до старта. Тогда же определят основной и дублирующий экипажи. Запуск БИОНа в середине апреля. Мини-ковчег пробудет в космосе месяц и потом вернётся с результатами на Землю. Он родился в начале весны на Смоленской земле и трагически погиб в последних числах марта на 35-м году жизни. Юрий Гагарин – человек, открывший землянам космос. Тогда, в разгар холодной войны, он стал главным миротворцем, показав своим полётам, что мы живём на маленькой и хрупкой планете. Это была планетарная слава. За два года Гагарин побывал в 30 странах. В Англии. На машину устанавливают спецномер «Юрий Гагарин-1». На Кубе. Под тропическим ливнем толпы людей по колено в воде ждут своего кумира. А это уже выступление на кинофестивале в Москве. В первом ряду знаменитая актриса Джинни Лалабриджида. Для звёзд мировой величины он был суперзвездой. Если вас, семейного человека, отца двух детей послали в космос, значит, правительство СССР и вы были уверены в том, что полёт кончится благополучно. В этом вопросе я бы хотел заменить слово «послали» на слово «доверили». Поехали! Первый полёт в космос кардинально изменил жизнь на планете. И в первую очередь Юрия Гагарина, который ещё несколько мгновений назад был никому неизвестным лейтенантом. Родом из российской глубинки. Здесь вот гагаринские пластинки. Они здесь помечены вот буквой «Ю». Это личный от Юрия Гагарина. Боже мой, заработал. Домик на окраине деревни Клушина Смоленской области, где и жила семья Гагариных. Сегодня это музей. Здесь в 41-м семью застала война и полтора года оккупации. В доме расположились немцы. Гагарины ютились в маленькой землянке. Юре тогда было 7 лет. Жилось в семье Гагарина в землянке нелегко. Печка топилась почти полными днями. По-чёрному. Пол был земляной. Спустя полвека, анализируя биографию Гагарина, друзья находят массу необъяснимых совпадений. Словно всю жизнь его кто-то вёл по дороге к звёздам. В 1954-м студенту саратовского техникума Юрию Гагарину дают задание – подготовить доклад о космосе. До полёта ещё 7 лет. Юра действительно делал доклад о вкладе Циолковского в развитие сущности летательных полётов человека. Вот он там сделал, ну и мы забыли. А потом, когда уже надо было раскрутить и понять, что есть что, он вспомнил, что сделал и говорит, может быть, он там заложили камушек. Его жизнь – жизнь звезды, яркая и короткая. 9 марта 1968-го он только отметил свой 34-й день рождения, а 27 марта трагически погиб. 45 лет прошло с тех пор, а ответа, почему разбился самолёт, так и нет. Для космонавтов первый месяц весны традиционно гагаринский. Они ежегодно приезжают на Смоленщину. «Человек, который не помнит вообще, что было до этого, он вообще не поймёт, что будет в будущем. И что интересно, чем не больше мы говорим о нём, чем не больше собираем сведения, каждый раз получается что-то новое и новое». «О, молодцы! Вот так там!» Как и много лет назад, имя первого космонавта планеты в эти весенние дни снова звучало и в Англии. Памятник Юрию Гагарину установили на территории знаменитой обсерватории в Гринвиче. Там, где проходит нулевой меридиан, теперь пересекаются географии Земли и космоса. 50 лет назад, в марте 1963-го, в миллиарде световых лет от Земли астрономы нашли таинственные объекты. Учёные назвали их квазарами, то есть почти звёздами. Астрофизики считают, что квазары – огромные чёрные дыры, которые выделяют яркий свет при поглощении окружающей материи. Это крайне опасные соседи во Вселенной, и землянам надо радоваться, что в нашей галактике таких ненасытных квазаров нет. На сегодня всё. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова